Сегодня в Гомельской области проживает более 8 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ростислав Николаевич, давайте прокомментируем эту цифру и заодно расскажем о том, в каких населенных пунктах инфицированных случаев больше всего. Да, Александр, на сегодняшний день в области проживает более 8100 человек, у которых установлен ВИЧ-статус. Если говорить немножко о статистике, можно сказать, что мужчин среди них 60% преобладает половой путь передачи. Если говорить о возрастном составе, то на сегодняшний день более 50% случаев вновь выявленных ВИЧ-инфекций регистрируется в возрастной группе более 40 лет. Что касается территорий, на которых наиболее высокая заболеваемость ВИЧ-инфекции, то это территории, на которых 10-15 лет назад были первые случаи связаны с употреблением инъекционных наркотиков. Это Светлогорский район, это Жлобинский район, Октябрьский район. Говоря про 8000 с небольшим, стоит отметить, это значительная часть ВИЧ-инфицированных в Беларуси. Ну, если говорить по статистике, то на сегодняшний день это порядка 35% всех случаев, которые зарегистрированы ВИЧ-инфекции в республике. И еще о группе риска 40+. Яркий пример в тему. В 2019-м самому пожилому жителю области, у которого был обнаружен ВИЧ-77. О чем этот звоночек? К чему должен подтолкнуть и органы профилактики, и общественные объединения, и каждого из нас? Ну, я хочу сказать, что группами риска, в принципе, остаются те группы, которые были ранее. В первую очередь, это потребители ингредиционных наркотиков. Во-вторых, это люди, которые практикуют коммерческий секс. Вот с этими группами риска, в первую очередь, занимаются общественные объединения. Это тот же Красный Крест, это позитивное движение, это объединение встречи, потому что это закрытая группа. Если говорить о возрастных, то я уже сказал, что наиболее высокая заболеваемость регистрируется возле 40 лет, и половой путь здесь преобладает. Поэтому здесь, на сегодняшний день, с учетом вот этой ситуации распространенности по районам, значит, исходя из анализа, было принято решение провести исследование населения по различным возрастным группам на различных территориях для того, чтобы максимально выявить возможные новые случаи ВИЧ-инфекции. И данная программа реализуется в общей стратегии Всемирных организаций здравоохранения. Есть такая стратегия, она звучит 90-90-90. Как это расшифровывается? 90% ВИЧ-инфицированных должны знать свой статус, то есть должны быть обследованы. 90% из числа выявленных должны получать адекватную антиретровирусную терапию. И 90% из тех, кто получает антивирусную терапию, у него не должна определяться вирусная нагрузка. То есть человек практически по результатам такого лечения становится безопасным для окружающих. И получает возможность полноценно жить. У него сохраняется длительный иммунитет. И люди с такими показателями живут более 20 лет. Недаром в информационной стратегии по работе с ВИЧ, которая разработана и действует в нашей стране, подчеркнута эта тема, касается даже тех, кого не касается. Как объяснить каждому необходимость сдачи теста на ВИЧ? На сегодняшний день, наверное, уже то время, когда надо признать, что ВИЧ-инфекция из знания статуса по ВИЧ-инфекции должно быть, наверное, приниматься как человек, который должен знать свой сахар в крови или артериальное давление. То есть это элементарная забота о собственном здоровье? Да, которая позволит обезопасить себя, во-первых, если какое-то было рискованное поведение. Ну и, соответственно, если в случае выявления уже подтверждения ВИЧ-инфекции, самое главное здесь своевременное начало терапии. Как определиться, тест по крови или экспресс-тест по слюне? Информативность теста по слюне очень высокая. Но на сегодняшний день для того, чтобы окончательно определить, есть ли у человека ВИЧ, и подобрать терапию, значит, даже если есть положительный тест по слюне, необходимо подтверждение теста по крови. Потому что это не тест одного раза. Здесь предусмотрены исследования в различных лабораторных вариантах. То есть для того, чтобы подтвердить, обычно процедура проходит три теста. Как быть тем, у кого все-таки подтвердился ВИЧ-статус? Ну, первое, что на сегодняшний день хочу сказать, что ВИЧ – это не приговор. Я уже говорил, что с адекватной, вовремя начатой терапией люди живут более 20 лет. Первое, что нужно сделать – это обратиться к медику. Где будет назначена адекватная терапия, будут даны рекомендации, и, соответственно, человек будет осуществляться и будет находиться на диспансерном наблюдении. Подчеркнем, что и тестирование, и такого рода обращение – это бесплатно и анонимно. Да, на сегодняшний день пройти тест на ВИЧ можно анонимно в любом медицинском учреждении. И бесплатно. Достаточно будет оставить только указать дату рождения и указать пол. Спасибо за это полезное интервью. Успехов в делах, здоровья и до встречи в эфире. Спасибо. Спасибо.